Так Значит этого переводим сюда В Вене нам ловить нечего Там вообще без толку сидеть Этих мы туда Этих сюда И этих туда Давайте, да Давайте одним из флотов Дзета, например, нападем Такой мизерный у них У всех опыт Жалеть я не вижу смысла Честное слово, просто с этими двумя такими лычечками Если бы там было что-то получше То да, а так Они в паре битв всего лишь участвовали И то эти битвы были такими скромными На автоматах мы успеем прокачаться Очень быстро Это если бы какой-то флот уже состоящий Из грозы какого-то следующего Следующего поколения Вот это да, вот эту мелочь беречь Ну смысла нет Ну что, ракеты Безусловно против ракет Все выставляем И здесь давайте-ка мы сфокусируемся На первом корабле Он как раз идет про Т-7 И, наверное, слабые Хотя Давайте слабые спереди То есть первый залп Сразу же уничтожить Один из наших передовых кораблей Поэтому слабые спереди Да Остальных оставим в запасе Для следующего этапа Самой битвы Еще и с героем У них хватили амебы Я тоже об этом как-то Забыл, что можно было бы Поставить своих ребят В качестве В качестве амеб Блин, в качестве героев На флот Поехали снова Еще один раз Есть Пошла драчка Вы видите, какой у нас Как рыба Такой стая рыб Вступила в бой Громадное множество Этих рыб кораблей Ну и за счет этого Я надеюсь, что они будут Сосредотачиваться на каком-то Одном из них И мы много не потеряем Или хотя бы на двух Так, а мы на первом Сосредоточились Ну давайте же Отдалейте Вас много Давайте Жаль, наши корабли Погибают постепенно Эти включают защиту Поехал в следующий этап Еще наш один корабль Покончен Это уже не истребителями Мне кажется Справились Ох, сейчас и с этим Передовым будет Безусловно покончено Интересные у них такие Смотрите Как осы истребители Не, вернее Как сверчки Ну такое что-то Своеобразное Наш флот Потихоньку Мельчает Ну ничего Ничего Мы должны ослабить В принципе Даже будет достаточно Если мы Ослабим по максимуму Ну а потом Со следующим флотом Уже разберемся С этими Ребятами Амебами Какие Кандибоберы Вытворяют Вражеские Истребители Ну Давайте же Насколько же Можно Терпеть Это зло Нет По-прежнему Держатся Ох У них Конечно же Жизни И здоровья Дофигища Все Битва Закончилась И у нас Полегли корабли А у них По-моему Нет Значит То что мы Как-то они Перестраивают Еще флот Я так Честно Я не понял Это что такое Сработало Да Видите Оборона Сработала Камуфляж На дальней дистанции И у нас Не получился Залп Надлежащий Протей мы Ослабили Но про ТСМ По-прежнему Пол здоровья Правда Я не пойму Откуда у него Эти корабли То есть Он собъединил Их потом В результате Ну ладно Ничего Мы сейчас Еще один флот Пригоним Где он у нас Жалко Да Надо было Конечно же Успеть Сформировать Нормальный флот И пригнать Но я не хочу Мне уже Надоело ждать Давайте уже С этими Момобами Закончим Будем Другим Заниматься Делом Просто Как раз Такой момент Основной Что мы тогда Сможем Классный флот Склепать А если мы Будем Сейчас Переводить Героев Это пару Ходов Займет Потом Будем То еще Делать Все То таким Образом Еще и Автоматы Захватят Этот Ротанев Еще не Хватало То есть Это для Меня Будет Откровенно Говоря Поражение То есть В первую Очередь Сейчас Решает Как раз Угроза Автоматов Которые Встали На Системе И Пасут Пасут Амеб Они Тоже Ветх Враги И Они Могут Этих Амеб Выкинуть Из Общего Строя Ну да Ладно Поехали Дальше По ходам И Давайте Вернемся К прогнозам То есть Вот такие Прогнозы Разные Долгосрочные Короткосрочные Среднесрочные Снова Все Прогнозы Их Значимость Отличается Долгосрочные Прогнозы Наиболее Сложные Безусловно Там Они Постоянно Корректируются То есть Это Такие Прогнозы Не Прогнозы Гадания На Кофейной Гуще Почему Потому Что Очень Много Переменных Хотя Есть Знаете Такие Футурологи И другие Люди Которые Угадывают Причем Довольно Таки Точно Единственное Что Они Не Всегда Угадывают Время Необходимое На Освоение Того Или Иного Изобретения Гаджета Или Внедрения Той Или Иной Технологии Ну А так В общем То Они Придерживаются Общей Тенденции Там Предугадали Сеть Интернет Ну Там Снова Ж Вот Эти Вот Законы Которые Говорят О том Насколько Быстро Развиваются Информационные Технологии Даже Выводят Определенные Закономерности Ну И Все В таком Духе Так Ну Что Я Так Вижу Автоматы Даже Вторые Начали Размещать Нехилое Какие-то у них Туда-сюда Перестановки Гонят Из одной Системы В другую И постоянно Ошиваются Возле Ротанева Есть у них План Очевидно Занять Поэтому Нам надо Поспешить И бросить Все необходимые Силы На то Чтобы Ротанев Стала Нашей Системой Давайте Так Вот Это уже Что-то Посерьезнее У нас Прибыло Надеюсь В этот Раз Что-то Да мы Получим Своё распоряжение Я правда Не знаю Что Но Ротанев По-любому Должен Стать Наш И Если Автоматов Будет Тут Система Это Будет Бред Сущий Так Снова По Ракетам Опять Они Как-то Переделали Это Все В войско Что-то Я не Пойму Чем Они Занимаются Вроде Бэй Герой Тут Еще Он Опыт На Мне Получает Так 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 Значит И Снова Поставить Цель На Первый Корабль Ладно Давайте Сейчас Будем Смотреть Что Выйдет Но Надо Было Надо Было Поставить Цель На Первый Корабль Оно Бы Не Помешало Наши Красавцы Вышли Из Прыжка И Сейчас Сейчас Мы Будем Очень Жестоко С Вами Разбираться Опять Та же Самая Система Видите Они Такую Сетку Накладывают Это По-моему Камуфляж Как раз Против Наших Ракет Ай 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 Нехорошо Ничего У нас Есть Еще Лазерное Оружие Ой Сейчас Как достанется Этому Дредноуту Жестоко Жестоко Будет Такой Удар На Семь Тысяч Ай 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 Так Что-то Мы уничтожили Но И сами Потеряли Одну Из Гросс Ну Что-ж Бывает Увы Ох Какой Взрыв Да Так Ладно Поехали Дальше Их Мочить А Мебы Не такие Уж Беззубые Оказались Вы Видите Есть У них Какие То Фишки Определенные А Сейчас И второй Разгромят Нет Пока Выдержал Вы Смотрите Выдержал Реально Удар Отлично Хорошо Значит Продолжаем Битву Правда Что-то Они расходятся В разные Стороны Как так Получилось И второй Удар По другому Моему Дредноуту То есть Гроза Вторая Получает И поэтому Мы выживаем Да Оба корабля В этой битве Выживают Но зато Этих Мы ослабили Окончательно Я надеюсь Уже В следующий раз Следующее Столкновение Одержим Победу Я специально Не стал Сосредотачиваться На одном Из кораблей Чтобы Уже Потом Не Долбить В отдельной Битве Каждого Из них Хотя Может Быть Был бы Шанс Нет Вряд ли Был бы Такой Шанс Я Сомневаюсь Ну Вот Вот То Что Получилось Они Еще Нейтрализовали Ну Как-то Странно Блин Я не могу Понять Он Тасует Постоянно Эти корабли Я не могу Проследить Какие Куда у него Уходят Хорошо Давай Дружок Давай Значит Вот Может Таким Образом С тобой Поработаем На одном Корабле Сосредоточим Огонь Сейчас Я уже Автоматами Не буду Повторять Эту битву Она Фактически Одинаково Идентична Тем Которые У нас Были До Этого Еще Так И так И Авто Посмотрим Что выйдет С этой Флотилии Амек Протей Третий Ох Красавцы Протей Седьмой Протей Третий Уничтожили Всего Лишь Двумя Штурмовиками И Осталось 5550 Ну И Все Давайте Добьем Их Вот Так Да Блин Не Здесь Здесь Ну И Опять Такой Вот Расклад Меня Даже Судьба Этого Флота Не Интересует Уже Толком Пускай Будет Вот Так О Да Вы Что Да Результат Даже Лучше Чем Я Ожидал Автомат Даже Лучше Получается Ну Там Выставляет Оно Видно Хотя Хотя Не знаю Может быть Да Может быть Нет Без Разницы Короче Все Атомеп Толком Ничего Не Осталось Осталось Только Лишь Простимулировать Ой Да У них Какая Мелочевка И В основном Сосредоточенная На штурмах Системы Без Проблем Сейчас Мы С вашей Мелочевкой Разберемся Готово Вот И Все Вот И Все Друзья Ладно Будем Еще Так Кто У нас Здесь Есть Никто Значит Приведем Новеньких Почему Бо Нет Выходи Кто У нас Так Иди Сюда Ай Че Ты так Медленно Передвигаешься Но Это Штурмы Игрозы Они Слишком Медленные Тяжелые Ну Ничего У нас Есть И такая Вот Шняга А Блин Я забыл Что Те Штурмовые Те Штурмовые По Сути Ладно Без Разницы Я думаю Ничего Не Будет Как Они Будут Воевать Правда Я Не Знаю А Я Не Могу Избежать Неизбежно Уже Это Сражение То есть Автоматически Его Поставил Теперь Все Никуда Не Денусь Ну Ладно Давайте Посмотрим Что Из Этого Всего Выйдет Нормально Да Лизис Уничтожен Автомат Избежали Системы И Ротанев Теперь Наш Давайте Ка Мы Ее Захватим Блин Жалко Сразу Не Можем Вы Не Имеете Войск На Своем Флоте Блин Ну Там Были Войска Вроде Честно Ладно Не Будем Разбираться Все равно 5 ходов Не так Уже Много Не Буду Спорить Системой Так Это Вот Так Холодная Война Принимает Предложение От Автоматы Мир То Есть Сами Автоматы Предлагает Гораться Мир Ну Ладно Хорошо А это Только В наших Интересах Значит Технологии Уже Пошли Вперед И Надо Что-то Новое Выбирать А это Что-то Новое Это Будет Что-то Давайте Ка Мы Теперь Из Корабельных Дел Выбираем Нам Нужны Очки Флота И На них Сосредоточимся Да Вот Плюс 3 Лимит Правда Придется Пройти Через Эти Два Интересно Через Нижнюю Современное Образование Нет Не надо Быть Через Эту Ветку То есть Мы Идем По крайней Ветке И Пойдем Туда Может Быть Правда На оружии Сейчас Пока Сосредоточиться Еще Особой Разницы Нет Война Не Предвидится В скором Времени То есть Сами Мы По сути Покончили А тут Ходов Мало Ну Давайте Так Да Три Хода Получается Один И Два Хотя Показывает Три Хода И Два Хода Странно Какой-то Разнобой Ну И Займемся Системой И Вернемся К нашим Предсказаниям Что ж Предсказания Не всегда Сбывается Это Знает Любой Само Собой Корректировка Этого Курса Ну То есть Каждый Год Оно Корректируется То же Самое В Экономических Предсказаниях И То же Самое Касается Космоса Раз уж Мы Говорим О тех Перспективах Космоса Человеческого То Само Собой Мы Можем Некоторые Рамки Обозначить То есть Сейчас Много Проектов Вы Знаете Потому Что Мы На Марс Летим На Луну Китайцы Тоже Планируют Опять же Пилотируемые Полеты На Луну И все Такое Штаты Ну У России Посложнее С этим Делом Они Дальше Орбиты Не летают Но Вопрос Не в этом Тоже Как бы Неплохо Извозчики Тоже Важная Штука Но Рано Или Поздно Это Лишь Усилит Отставание Само Собое Так Вот Насчет Перспектив То есть Некоторые Говорят О том Что еще До 2030 Года На Марсе Будет Экспедиция И все Будет Чудно Ну Скажем Так Это Весьма Оптимистично Те Кто Более Практичен О Мы Так Поднялись Хорошо 4200 Еще Ратани Захватим Вообще До 5000 Дойдем И Сократим Отставание От самого Сильного Игрока Который Нас В 3 Раза Превышает То есть По сути Теперь В 2 Раза Он Будет Нас Превышать И Если Мы Дальше Пойдем Таким же Моментом Может быть Навалимся На Горацию И на Остатки Сеятелей Можем Еще Быстрее Сохратить Оставание Так Значит 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 Что Значит Как раз То Что Я Говорю По Поводу Марса То есть Ну Самые Такие Более Менее Реалистичные Прогнозы Это До 2035 Мы Начнем Уже Заниматься Полотной Марсом То есть Долетит Первая Экспедиция Начнем Осваивать Что там К чему Понятно С Луной Полегче То есть Тут Как-то Побыстрее Все Будет Делаться Само Собой В 2035 Году У китайцев Даже Может быть На Луне База Китайцы Вообще Шустрые Очень Шустые Ребята И Несомненно Они Будут Идти Фарватере Все Этой Космической Гонки Ну А за Ними Уже Будут Поспевать Я Надеюсь Будут Поспевать Более Менее Расслабленные Из-за Своего Такого Себе Состояния Может Быть США Ну И там Роскосмос Что там Ему Уже Останется И смотря Что там Будет С Россией В будущем Это все Весьма Призрачно Пока Что Ввиду Российской Экономики То есть Можно Как бы Сказать Что и Штата Призрачно С их Экономикой Но Там Совсем Другие Расклады Я Уже Неоднократно Объяснял Это Совсем При Других Прохождениях И Поэтому Повторяться Не буду По этому Поводу Но Очевидно США И Китай Будут Двумя Такими Фарватерами Этой Гонки Само Собой К ним Могут Присоединиться Другие Ребята Это Сейчас Которые Очень сильно Отстают Это Индия Например Это Может Быть На Европу Не знаю Да Европа Тоже Будет Участвовать Но Больше В Объединении С Россией С Японией То есть Это Такая Тройка Которая Постоянно Сотрудничает Телескопы Вместе Пытаются Запустить Все Такое И Вот Они Тоже Будут Третий Конус Представлять Этой Силой То есть Евразийский Что ли Так его Назвать Хотя Китай Это Ведь Тоже Азия Но Это Да Азия Это Не Евразия То есть Три Таких Основных Космических Чувачка Которые Будут Состязаться За Луну И Марс До 2100 Года То есть Безусловно Это Все Будет Происходить Более Менее Когда Закрепятся Колонии Когда Уже Там Можно Будет Сказать Что Человек Действительно Есть На Марсе И На Луне Постоянное Присутствие Постоянной Колонии Которые Там Есть Которые Что-то Делают Само Собой Может Получиться Все По-другому Начнется Какая-то Война Большая Или Еще Какие-то Проблемы Или Окончательно Человечество Погрянет В Экономическом Кризисе И Нифига То есть Значит Я просто Отвлекся Честное Слово Я сам Не виноват Так уж Вышло Так Значит Значит Вот так То Что Получилось У нас На чем Мы остановились Блин Я уже Забыл Честное Слово Ага На На Предсказаниях На перспективах Перспективы Значит Перспективы Будущего Безусловно Они Туманны И По поводу Космических Вот этих Вот То есть Луна Марс По поводу Да Другой звездной системы То есть Когда это произойдет Многих наверняка Интересует Когда же Мы Вот По расчетам Вот этих Вот Насовских Кого они там Нанимают Прогнозистов Футурологов Когда мы Доберемся До следующей Звездной системы Ну Вы считана Такая Да Да Знаете Ну Странно Смотреть Когда указывает Конкретный год Вот этого Вот события Безусловно Так не может быть Но приблизительно То есть Это произойдет К сожалению Не в 21 веке То есть Мы уже К этому технологически Будем готовы Где-то В 2120 годах То есть После этого Времени Мы сможем Отправить экспедицию В другую Звездную систему Так Так по расчетам Ученых Вы прекрасно Знаете Что это Может сыграть И в нашу пользу То есть Однажды Мы допустим Где-то В 2040 году Наконец-то Сделаем Нормальный Вменяемый Искусственный Интеллект И он Позволит нам Совершить Следующий Прорыв И в результате 21 век Ну вот Представьте В 20 веке В начале 20 века Мог ли кто-то Подумать Что То есть Смотрите Какая ситуация Получается Очень-очень Похоже На начало 20 века В начале 20 века В принципе Люди Бредили Вот этими Вот Всеми Вещами Атомной Энергетикой Допустим Да То есть Уже к этому Подбирались Вопросы Полетами в космос Снова же Автомобильная Промышленность Начинала Зарождаться Авиация То есть Все вот эти Вот вещи Они начинали Зарождаться И людям Казалось Что Ну быстро Сильно Получить Результаты От этих всех Вещей Не получится То есть Другие Люди Наоборот Они считали Что все Будет Супер Там Рисовали Какие-то Открытки Интересные То есть Что Например В 21 веке В самом Начале Будут Как в СССР Если вы Смотрели Открытки Фантастические Я не помню К чему Это было Приурочено Но есть Такие Изображения Что будут Там Какие-то Ходить Воздушные Ну то есть По воздушным путям Будут уже Поезда Ездить Ну короче Говоря Ту перспективу Которую Мы видим Чуть позже На магнитных Подушках И так далее Ну то есть Развитие Оно идет Далеко И далеко Будут Аэромобили Будет Ну то есть Сейчас мы Мы этого Не имеем Никак Правильно К сожалению И В результате В результате Получается Может быть Немного Печально За судьбу Будущую Разве Мы так Недоразвиты Не успеваем Достичь Того Чего Хотелось Бы Достичь Ну а С другой Стороны Мы можем Смотреть Тоже С оптимизмом В какой-то Мере В будущее То что Были Ведь предсказания Которые Наоборот Предусматривали Что Ничего Не получится Ничего Не выйдет Мы далеко Сильно Не уйдем Мы наоборот Все загрязним Все убьем И по сути Вот в 80-х Годах 70-х Были такие Мрачные Вещи Которые Говорили о том Что в 2010 В 2020 Году Человечество Не сможет Найти для себя Энергии Чтобы употреблять Не сможет Обеспечить Такое Громадное Количество Населения На земле Снова Многие считали Что будет Настолько Перенаселение Большое Что нам Не хватит Ресурсов Элементарно Хотя Если посмотреть Статистику Поднять То в 90-х Годах Например Голодало На целый Миллиард Больше Человек Чем голодает Сейчас Несмотря на то Что произошел Рост населения То есть Мы успели Что-то Даже Продвинуться В этом смысле Решить Проблему В частности В какой-то Мере Голода Так что Одни предсказания Сбываются Другие Не сбываются И вот Схожая Ситуация Состоит С вот этими Космическими Полетами Другие Звездные Системы Кто знает Какой прорыв Следующий Позволит Нам Ударить По апатии И рвануть Еще вперед Или наоборот Может быть Что-то нам Очень сильно Помешает Мы затормозим И не сможем Уйти вперед Такие печальки Так значит Смотрите Вот это вот Как раз Научное исследование Помогает нам Пройти В Ага Тут блокировать Обход На звездную систему Ладно Это все ерунда То есть Вот то Что я заказал Это помогает Нам увеличить Очки Показатели Флота То есть Будет больше Сейчас у нас 15 А это будет Еще больше Еще То есть Мы получим Своё распоряжение Вообще Отличные Такие Показатели Уже и больше Ибо у противника У автоматов По моему Там по 20 Идет То есть Очки флота КО Они называются Правда Почему КО Космические Очки Ладно Неважно Значит Значит Вот такие Штуки Ну и Добить Амёп Немножечко Все И на этом Такой этап Основной завершен Нашего прогресса Это очень радует Кстати Очень-очень приятно Смотреть на то Что мы все-таки Вперед и вперед Получается 30 тысяч Пыли Все хорошо Но основная проблема Все же впереди То есть Автоматы Остаются автоматами И они для нас Готовят свои Какие-то сюрпризы Хотя Несомненно Игра такая По крайней мере Эти фракции Которые я уничтожил Они очень пассивные Хотя Они и были ослаблены Изначально Так что Есть какая-то заслуга И моя В том Что я вмешался В тот момент Когда автоматы Начали давить Этих ребят Значит 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 Перспективы Да То есть Вот эти вот Значит Где-то до 40-го года Марс Луна Соответственно Потом освоение Еще более плотной Звездной системы Нашей Солнечной системы Затем После В начале 22-го века Уже освоение Других Миров Может быть Действительно Какая-то такая Экспедиция Похожая на Аватарскую экспедицию Я настроение Меняю В принципе Пыли мне хватает Прибыли Достаточно А вот Настроение Если я уменьшаю Оно влияет На Производительность Производство Мне тоже Надо Надо быстрее Исследовать Технологии Надо быстрее Чтобы Делалось Все на свете Поэтому Ну С пылью Пока Погодим Тысяча Чем-то Заход Прибавляется И то Хорошо Хорошо